вот я не объявил одним импульсом где-то 300 200 наносекунд в этот индуктор и тут вот проявляется два резонанса один проявляется на 2 и 4 мегагерца где-то она по другой на 430 где-то килогерц вот я включу тут проявляется видно на 2 и 3 мегагерц вот идет удар потом после удара вот такая высокая частота идет это 2 и 3 мегагерца нет она затухает высокая частота больше звенит только это низкая частота на 400 килограмм вот она тут и перед ним она еще не закончила зенит перед ним еще зенит вот тут вот видно вот он появляется этот звон на 2 и 3 на 2 и 4 где-то мегагерц это промоделировано одновременно и низкая частота есть и высокая частота вот сейчас щуп теперь вот тут вот тут он ловит это низко-исокая частота И лампа, и поле, она самая сильная, вот тут посередине горит, как бы, тут кучность тока как бы появляется, то есть кучность напряжения там даже прошивает в лампу. Вот я веду отвертку, вот тут затухает, тут затухает, посередине самая яркая горит, то есть это, видимо, на 2,3 МГц она. Вот такая слабора. Теперь ищу перекладную, вот тут поближе к антенну. Ищу триггер поднимаю. Приближу. И тут уже не видно этой частоты на 2,3 МГц, а тут только на 4,1, на 410 килогерц проявляется, а 416 показывает. Ну что-то тут видно колебания Т2,3 МГц, она не очень слабая. Два микросекунды клетка, вот это чистая синусоида. Ищу. Приближе немножко. Тоже тут нет, так что почти чистая синусоида. Только в начале немножко, там эти 2,3 проявляются. И теперь приближу. И надо опустить триггер, чтобы он показал частоту вот этой синусоида. вот он 416 килогерц показывает. 408 килогерц. 416. 425. То есть как бы шириной импульса можно и один резонанс, и другой спровоцировать, сделать накатушку. В принципе, каждый раз бросил ее в центр, Как бы может их надо совместить в одно, чтобы и тот, и тот проявился одновременно. Поэтому нероятно в этих установках ширина импульса очень важна.